То, что сегодня Россия идет по пути возвращения к тому опыту, который ранее был использован, это вполне логично. Можно развивать собственное производство и средства, которые раньше мы платили за лизинг иностранных самолетов, направить на производство собственных самолетов. И в этом смысле татарстанский потенциал, завод имени Горбунова, он является очень хорошей площадкой для развития этого опыта. Татарстан очень привлекателен именно как зона, я бы сказал так, перевалочный пункт из Азии в Европу. У нас в Татарстане создано очень комфортное условие с точки зрения перевозок. На пути к многополярному миру вы смотрите главные новости в студии Алины Рязановой. Здравствуйте. Я напоминаю, что вы можете присоединиться к нашему сегодняшнему разговору, позвонив по номерам прямого эфира. Пизод 11 99 66, а также по бесплатному номеру для регионов 8 800 532 55. Также у нас традиционно в группе ВКонтакте проходит голосование, вы можете поучаствовать, просканировав QR-код, который вы видите на экране. Сегодня у нас в гостях Роман Пеньковцев, доцент кафедры международных отношений КФУ. Здравствуйте. Здравствуйте, Алина. Здравствуйте, уважаемые телевидители. На пути к многополярному миру под таким лозунгом во Владивостоке на неделе проходил экономический форум. Итоги Восточного экономического форума впечатляют 70 тысяч гостей из 68 стран мира, крупные международные соглашения и сотни сделок. Сегодня подводим итоги. И такой вопрос к вам, Роман. Каковы результаты мероприятия, на ваш взгляд? Нужно отметить, что Дальневосточный форум в настоящее время является одним из важнейших мероприятий, проводимых в связи с существующей международной обстановкой. Это действительно место, с одной стороны, деловых встреч, деловых контактов. С другой стороны, в рамках данного форума имеется возможность высказать и крупномасштабные международные проекты, и задать определенную траекторию и вектор развития международных отношений на достаточно длительную перспективу. И вот в этой связи, на мой взгляд, важнейшее значение форума состоит в том, что на форуме во всем объеме был показан тот кризис международной политической обстановки, который назрел в настоящее время. И, собственно говоря, Владимир Владимирович Путин, выступая на этом форуме, неоднократно подчеркивал, что происходят глобальные геополитические изменения, и что сегодня мир перестал быть центричным с точки зрения Европы, с точки зрения США, и вектор развития международных отношений смещается все больше на восток, ну и в частности в Дальневосточный регион, в Юго-Восточную Азию. Вот эти глобальные геополитические изменения, на мой взгляд, являются важнейшими итогами вот этого форума. Также, по словам президента, рост цен на глобальных рынках может стать настоящей трагедией для бедных стран, которые уже сейчас теряют доступ к продовольствию. В качестве примера глава государства привел так называемую зерновую сделку, и обещанное Африке зерно идет в Европу. Давайте посмотрим речь президента. Значит, если исключить Турцию как страну-посредника, то всё, практически всё зерно, вывозимое из Украины, направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны Евросоюза. По всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и подразумевает помощь самым нуждающимся странам, было загружено всего два корабля. Я, подчеркну, только два из 87, и на них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из двух миллионов тонн. Но это всего 3%, которые направлены в развивающиеся страны. Вот хочу сказать, что, как многие европейские страны в прежние десятилетия и столетия, действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать сегодня. В очерёдной нас просто обманули развивающиеся страны и продолжают обманывать. Очевидно, что при таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать, к сожалению, к огромному нашему сожалению, что способно привести к небывалой гуманитарной катастрофе. И может встроить, задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту. Я обязательно посоветуюсь на эту тему и с президентом Турции, господином Эрдоганом. Ведь это мы с ним выработали механизм вывоза украинского зерна. Прежде всего, повторяю для того, чтобы помочь беднейшим странам. А что происходит на практике? Роман, какова, на Ваш взгляд, дальнейшая судьба данной зерновой сделки? Ну, как мы видим, Российская Федерация словами президента России высказывает, собственно говоря, недовольство результатами того, как развивается та сделка, как развиваются те соглашения, которые были достигнуты ранее между президентом России и руководителем Турецкой Республики. Поэтому, наверное, в этой связи мы можем говорить об определенных изменениях в рамках этой зерновой сделки. Само заявление президента Путина об этом, наверное, является главным свидетельством. И действительно нужно отметить, что ситуация, которая в настоящее время в этой сфере развивается, она нормальной не является. И действительно нужно отметить, что вот тот кризис, который возникает сегодня в сфере продовольствия, он наносит самый главный удар по странам третьего мира, по развивающимся странам, в том числе по африканскому континенту. И когда президент Турции и президент России говорили об этой зерновой сделке, то речь шла в первую очередь о том, чтобы помочь преодолеть назревающий кризис именно этому региону. Для этого были даны возможности вывоза зерна. Но по факту этого не произошло. Мы видим совершенно странную ситуацию, при которой зерно идет в страны достаточно благополучные, экономически развитые, где этот кризис явно не ощущается или ощущается в очень малой степени. И поэтому, конечно, для России возникает закономерный вопрос, для чего это делается. Ведь фактически в этом случае зерновая сделка приносит выгоду странам западного мира, которые сегодня проводят в отношении России политику санкций. Наверное, такая зерновая сделка нам не очень нужна и не очень нужна. Хорошо. Вот говорил также Владимир Путин о планах Евросоюза установить потолок цен на российский газ и нефть. Давайте тоже послушаем речь президента. Так же, как Вы спрашивали по поводу лимитирования цен на наши, скажем, энергоносители, кто-то там принимает какие-то решения, абсолютно тупое решение, если кто-то попытается его реализовать, ни к чему хорошему для тех, кто принимает, это решение не приведет. Но ведь есть контрактные, кроме всего прочего, есть контрактные обязательства, контракты на поставку. А что, будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Но мы их просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни общий мазут, ничего не будем поставлять. Мы будем полностью выполнять наши контрактные обязательства. Но если кто-то попытается нам что-то навязать, то, хочу отметить, те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю, пусть одумаются. Но в экономике это везде так, в том числе и во внутренней экономике. А если вернуться к тем, о ком вы говорили, поставлять ничего не будем, как я сказал, вне рамок контракта. Ничего навязано делать не будем. И нам останется только одно, только одно, как в известной русской сказке, приговаривать, мерзни, мерзни, волчий хвост. Достаточно уверенная позиция. И как вы считаете, чем все закончится и с какими возможными последствиями? Ну, в принципе, президент уже достаточно красочно обрисовал те перспективы, которые ждут страны, в первую очередь, западного мира, в условиях отсутствия поставок российского сырья. Но если переходить в плоскость именно аналитического осмысления данной проблемы, то мы видим следующую картину. Действительно, Запад в настоящее время очень сильно зависит от поставки российских энергоресурсов. Он это сознает, с одной стороны. Но, с другой стороны, его политические амбиции, его политические интересы постоянно как бы сталкиваются с ощущением вот этого, так сказать, экономического прагматизма, экономического реализма. По сути, вот проблема, связанная сегодня с поставками российского сырья, энергоресурсов на Запад, она перестала быть сугубо экономической проблемой, как она была традиционной. Она сегодня приобрела определенно выраженный политический характер. И вот в рамках проводимых против Российской Федерации санкций, вот эта политика, связанная с энергоресурсами, она является фактически центральной. Тут есть разные механизмы, которые Запад для себя видит. Это и механизм недопуска российского сырья за счет ограничения поставок по потокам, невозможно нам поставить турбины и так далее. Мы эту ситуацию знаем. Другой момент, который сегодня рассматривает Запад, это нанести России ущерб в этой сфере путем занижения цен на энергоресурсы. Но Россия ведь мыслит абсолютно прагматично и реалистично. Если мы увидим, что цены, которые нам предлагают за наше сырье, они не соответствуют нашим интересам и не соответствуют рыночным требованиям, то, естественно, такое сырье не будет поставляться. И тогда перед Западом возникает серьезная угроза, очень серьезная угроза, то, что ближайшая осень и зима для них станут очень серьезным испытанием. И выражение президента о том, что мерзне-мерзне волчий хвост из русской народной сказки, оно, в принципе, здесь вполне уместно. И как на это отреагируют граждане Западной Европы, ну, наверное, мы увидим и посмотрим, что они скажут своим политикам, которые поставили их такое-то уважение. А также была согласована крупная сделка на рекордные 30 с лишним триллиона рублей. И третьей этой суммы приходится на контракт Аэрофлота с Объединенной авиастроительной корпорацией. До 2030 года Аэрофлот получит 339 российских самолетов. И в их число также входит Ту-214, который производят в Казани на авиазаводе. Стоимость контракта более триллиона рублей уже для Татарстана. Вот после такой новости лично у вас какое мнение о том, об укреплении в России, возвращении себе статуса авиационной державы? Ну, наверное, эта проблема уже не только назрела, она уже и перезрела, потому что мы прекрасно знаем, что достаточно длительное время российский, так сказать, авиапоток, российская авиационная сфера, она работала за счет лизинга иностранных бортов, так сказать, иностранных самолетов, Боингов, Аэробусов и так далее. И, конечно, наверное, для России, для такого мощного государства, как Россия, наверное, не есть хорошо, что авиационный парк, ну, скажем так, наполнен иностранными производителями, иностранными марками самолетов. В этом смысле советский опыт, он, конечно, более, наверное, рационален, разумен, когда действительно мы знаем, что в советское время, наверное, практически 100%, ну, может быть, чуть меньше, авиационного парка российских перевозок и, естественно, тех перевозок, которые, вернее, советских перевозок и тех перевозок, которые Советский Союз осуществлял за рубеж, они выполнялись именно самолетами, произведенными в Советском Союзе. Это различные варианты, например, самолета Туполева. И поэтому то, что сегодня Россия идет по пути возвращения к тому опыту, который ранее был использован, это вполне логично. Вполне логично. И действительно, сегодня, когда Запад проводит многочисленные санкции против России, в том числе и в сфере авиационных перевозок, в том числе и в сфере ограничения поставок комплектующих к самолетам, в этих условиях абсолютно рационально можно развивать собственное производство и средства, которые раньше мы платили за лизинг иностранных самолетов, направить на производство собственных самолетов. И в этом смысле татарстанский потенциал, завод имени Горбунова, он является очень хорошей площадкой для развития этого опыта. Вот как раз-таки такой крупный заказ. Что означает для Казани, для нашего авиазавода, учитывая, что Рустам Нургалевич возглавляет Совет директоров Пау Туполев? Ну, с моей точки зрения, авиационный завод в Казани, завод имени Горбунова, это действительно системообразующее предприятие, градообразующее предприятие. Могу вернуться опять к опыту Советского Союза, советского периода, когда действительно работать на Казанском авиационном предприятии было, с одной стороны, почетно, с другой стороны, это было им финансово выгодно. Не могу не сказать, что долгие годы мой родной дед работал старшим мастером сборочного цеха на заводе имени Горбунова. Я помню, с каким уважением к нему относились, так сказать, все соседи, все знакомые, насколько уважаемой была его профессия. И при этом финансово он был очень обеспечен, он мог действительно обеспечить свою семью. И поэтому, если сегодня на завод придут эти финансовые средства, и начнет работать производство вот этого нового вида самолетов, то я думаю, что и статус предприятия существенно повысит, и статус работников, которые там трудятся. И, с моей точки зрения, главный, наверное, результат будет в том, что укрепится материальное благополучие рабочих и служащих этого предприятия. Собственно, наверное, это и главная задача. В любом случае, для Казани, для Татарстана этот заказ очень выгоден и очень нужен на перспективу развития. Вот также Миниханов за день до поездки на Восточный экономический форум в Владивостоке провел семь встреч и принял участие в подписании пяти соглашений в заседании Президиума Госсовета России. Посетил Владивостокский морской торговый порт, где прошла первая отгрузка компании «Феско» в Татарстан контейнерного проезда с товарами стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Регулярный сервис «Феско-Казан-Шаттл» будет отправляться два раза в месяц со станции Владивосток на станцию Тихорецкое с возможностью автовывоза внутри республики и других городоположья. Также время в пути составляет 11 суток. Вот вопрос... Такой вот вопрос к вам, Роман. Насколько это соглашение важно для нашей республики, учитывая, что прежний партнер по перевозкам ушел из нашего региона? Ну, как я уже сказал, вектор российского сотрудничества, вообще вектор мировой политики, он сегодня смещается с запада на восток. Сегодня главные очаги промышленного производства, они расположены не в Европе, не в Соединенных Штатах, они расположены в Азии. В первую очередь в Китае, в регионе Юго-Восточной Азии. И поэтому для любого, скажем так, клиента, для любого партнера очень выгодно в первую очередь развивать связи именно с этим регионом. Потому что там будет наибольшее предложение и, соответственно, меньшие цены. Поэтому, безусловно, это очень перспективное направление для развития сотрудничества. С другой стороны, нельзя не отметить, что вообще Татарстан очень привлекателен именно как зона, я бы сказал так, перевалочный, что ли, пункт из Азии в Европу. Можно назвать это современным словом «хаб», достаточно часто используем. Потому что действительно у нас в Татарстане создано очень комфортные условия с точки зрения перевозов. И достаточно удобные транспортные пути, имеется в виду, автомобили. автомобильные пути. И мощная железнодорожная инфраструктура. И аэропорт. То есть, в принципе, любой товар, любые грузы, которые будут идти, в первую очередь, по направлению из Азии, то есть с востока на запад, они могут иметь точкой перевалочных пунктов Татарстана. И для Татарстана это, естественно, будет иметь огромное значение. Потому что, если мы вспомним историю, то все регионы, которые располагались на мощных торговых путях, они имели огромное преимущество в плане развития. Вспомним, да, Великий Шелковый путь. Все, так сказать, города и страны, которые вдоль этого пути располагались, они процветали. И, собственно говоря, вот такая ситуация для Татарстана очень удобна. И то, что вот этот путь будет пролегать через Казань, через республику Татарстан, он, конечно, существенно повысит и международный авторитет республики, и статус города Казани, и, естественно, принесет дополнительные инвестиции в экономическую рубль. Давайте подведем такой итог. В итоге минимум четыре судьбоносные бумаги подписали. Подписал это Татарстан. 40 самолетов, две новые модели авто и мост Казани на Тихий океан. По поводу автомобилей, такой момент, что с участием Монтурова подписано ДОП-соглашение с главой Солерс Авто о производстве новой линейки легких коммерческих автомобилей на территории УС Алабуга. Можно ли говорить о том, что проект реализуется в рамках программы импортозамещения? Вот так вот, вкратце, если пояснить. Безусловно. Безусловно. Потому что действительно крупные достаточно марки и бренды автомобилей сегодня ушли с российского рынка. И напротив, естественно, свято место пусто не бывает. Его занимают азиатские автомобили, которые менее склонны вводить против России санкции. И, соответственно, появление китайского бренда на территории Татарстана под сотку наименованием, это еще один шаг в сторону импортозамещения. Потому что действительно в последнее время качество китайских автомобилей существенно улучшилось и спрос на них растет. У нас проходило голосование. Давайте посмотрим результаты голосования. Нам сейчас выведут на экран. Какой валюте вы доверяете больше всего? И как раз таки по результатам голосования большее количество лидирует эта рубль. Можем ли как-то мы прокомментировать результаты этого голосования? Ну, вообще, один из главных вопросов, который, опять же, если мы возвращаемся к Белевосточному форуму, да, один из главных вопросов был посвящен тому, насколько сегодня меняется финансовая система международная. Мы завершаем вкратце, да, какой-то комментарий просто, да? В целом мы говорим о кризисе традиционной системы, на которой основывалось на долларе и укреплении альтернативных валют, в том числе рубля и иен. Благодарим вас за интервью. Это были главные новости. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин